12.06 в Кирове. Продолжается программа «Разворот на бизнес». Студия Олег Прохоренко и Светлана Занько. Партнер программы «Разворот на бизнес» – Кировский завод «Сельмаш». Расстроились. Так называется сегодня наша программа. Если точнее, как чувствует себя жилищно-строительная отрасль Кировской области. Каковы прогнозы, перспективы. Если мы говорили о текущем состоянии в предыдущей части эфира, то сейчас хотим посмотреть все-таки на возможности и перспективы. И в гостях у нас представители крупнейших на сегодняшний день строительных компаний города. Это Юрий Захаров, генеральный директор девелоперской компании «Железно», Дмитрий Ярошенко, директор по продажам специализированного застройщика Кировспецмонтаж и Дмитрий Сергеев, генеральный директор строительной фермы «Маяковская». Мы остановились. Может быть, еще раз озвучишь вопрос, который мы перед перерывом хотели задать. Самый, наверное, значимый и важный сейчас вопрос. Слушай, мы столько вопросов перед перерывом озвучили. Ты с какого хочешь начать? Я имею в виду о возможностях, которые есть на сегодняшний день. Понятно, что сокращается количество выданных разрешений. Понятно, что есть ограничения с точки зрения финансов, и новые правила работают по скроу счетам. Мне интересно, в частности, было, есть ли возможности с точки зрения земельных участков в Кирове еще. И самое главное, если отбросить то, что, к сожалению, покупательная способность низка, есть ли необходимость, есть ли скрытый потребительский спрос, который при наличии определенных условий, он все-таки сработает, и люди будут... Давай мы с этого и начнем, потому что мы, обозначив все-таки тенденцию к серьезному сокращению сдаваемого жилья, со всех сторон мы обсудили в первом часе, не разобрали вопрос, нужны ли все-таки Кирову сегодня новые квадратные метры. И какого качества? Какого качества? Потому что сейчас, наверное, меняется еще и подход спрос потребительский на определенного рода жилье. Я не знаю, какой. Но рынок постоянно диктует условия застройщикам делать жилье каким? Да, Дмитрий Анатольевич. Новое жилье, конечно же, нужно. По нашим ощущениям, не меньше 200-250 тысяч квадратных метров в год. Это реальный объем построить, продать всем компаниям. Это только Киров, не учебные районы области. Да. А какой должен быть продукт? Продукт должен быть современным, качественным, хорошим и разным. И дешевым, и средним, и дорогим в том числе. Мы сейчас должны влезть вот в эти обозначения современные, качественные, хорошие. Потому что вот именно требования к современному качественному, хорошему жилью, они все время меняются. Вот где мы сейчас, в какой мы точке находимся, с точки зрения компании «Маяковская»? Здесь, наверное, каждая компания на своем уровне находится? Рассказывайте про себя. Здесь очень трудно быть объективным, когда рассказываешь о себе. Ну, вы все равно, вы определенные требования каждый раз рассматриваете, и для вас установка, вот есть какая-то конкретная штука. Вы меняете свою политику, подход? Давайте так, каждый объект, начиная проектировать и начиная его строить, он чем-то отличается от предыдущего. Да, в плане каких-то потребительских свойств мы пытаемся следовать, наверное, в нынешнем тренде. То есть это и внешний вид, это и какие-то удобства, которые, может быть, даже не прописаны нормативно, но, тем не менее, они улучшают потребительские свойства того жилья, которое мы строим. Есть некоторые моменты, которые были заложены изначально в подход к проектированию, да, то есть к заданию на проектирование, то есть это упор на внутреннее пространство, на саму квартиру. То есть, да, мы по-прежнему больше уделяем внимание именно самой квартиры, нежели пространство вокруг нее. То есть, ну вот этот тренд, он меняется, то есть постепенно мы отходим, не оставляя ту сильную сторону, которая у нас была ранее, но усиливать те слабые места, которые на сегодняшний момент я ощущаю. Давайте конкретные примеры. Компания Маяковская обращает внимание прежде всего на саму квартиру. Это что значит? Что подъезд, крыша, подвалы, это второстепенно? Это есть нормативное требование. То есть, на любом случае, любой элемент дома должен соответствовать нормативным требованиям. Но помимо нормативных требований, есть еще и какие-то моменты, которые ты можешь обернуть себе в плюс. Бантики или вкусняшка? Например. Ну, да, бантики. Какие бантики в квартирах Маяковской? Планировки. И какие планировки сейчас, с вашей точки зрения, востребованы? Здесь есть разные варианты, но я скажу, что все планировки проходят через меня. Поэтому вы можете нам сейчас рассказать, расскажите, как Дмитрий Сергеев, нет, как он видит планировки сейчас. А можно вопрос задать? А есть ли в проектах компании Маяковская мастер-спальни? Нет. Вы нас сейчас вообще, конечно, заинтриговали. Я в шоке ступик. Так, прекрасно, я пишу сейчас. Мастер-спальни разберем. Все-таки, Дмитрий Сергеев, как видите, сейчас планировки квартир. Что значит классная квартира с точки зрения вашей? Это вопрос, на который ответ нужно давать на минут 30. Ну, вкратце. Что изменилось, например? Изменилось требования по площадям помещений, да, то есть требования по жилым помещениям и помещениям вспомогательным... Соотношения. Соотношения, да. В какую сторону? Жилые помещения больше рассматриваются как спальни, где люди проводят меньше времени, больше времени проводят в вспомогательных помещениях. Спальни уменьшаются? Спальни уменьшаются. А вспомогательные залы, гостиные, совмещенные с кухнями и так далее, совмещаются? Да, да. Гардеробные сейчас, да, востребованы. Хорошо. Требования к подъездам? Ну, опять же, это нужно смотреть по дислокации дома, да, то есть если это мы строим жилье более дешевое, то есть где-то на... не в центральной части города, скажем так, да, то есть там требования будут одни. Там потребительские предпочтения... Какие? Людей несколько другие, то есть уменьшение площади. Уменьшение площади общее? Общее. А в центре более... А в центре более просторно, скажем так, квартиры. Требования к подъездам требуют... Что касается, да, внешней среды, окружающие подъездов, там тоже меняются наверняка. Ну, и нормативные требования там... Нормативные требования не меняются, то есть у нас есть нормативы там 70-80-х годов. Обалдеть. Правда? Да. А вообще тенденции к изменению этих нормативов когда-то наметятся? Они требуются изменения? Ну, это вопрос не по адресу, то есть это вопрос... Нет, к вам как строительству, вы считаете, надо их менять, эти нормативы уже? Ну, если у нас есть пожарное требование, да, то есть с ней были рассчитаны, проработаны 80-е годы, то есть... Тогда не было тех материалов, которые сейчас есть. Техники. Но требования предъявляются, да, то есть техника здесь вообще никак не влияет, да, то есть если здание не должно гореть, то оно и не должно гореть, да, то есть здесь подход должен быть, конечно, вдумчивый, что-то требуется пересмотреть, а есть некоторые вещи, которые пересмотреть, наверное, не нужно, потому что не влияют там на безопасность, на ту же пожарную безопасность. Хорошо, хорошо, возвращаемся... То есть нужно что-то смотреть, еще у нас изменения в законодательстве, у нас есть нормативы обязательные к применению, есть нормативы необязательные к применению, то здесь нужно все-таки приводить единообразие, то, что должно быть у всех, оно должно быть у всех, а то, что рекомендательный характер, значит, оно все-таки должно быть отменено. Ага, это вот разберем. Сейчас я поставила себе на заметку, что должно быть отменено. Вернемся к подъездам Маяковской, мы от вас не отстанем, то есть, да, с квартирами описали ситуацию, а подъезды Подъезды и прилегающие территории. С этим что? Какие сейчас тенденции у вас? Смотрите ли вы в сторону изменения ширины подъездов, доступной среды, дворовой территории? По прилегающей территории здесь, опять же, у нас нормативы изменились в прошлом году, и это одно парковочное место на одну квартиру. То есть здесь практически территории, которая могла бы быть... Это причем в регионе изменилось или в городе? Да, это региональный норматив. То есть здесь, опять же, пошли изменения, касающиеся нормативной базы, а не именно вопросов проектирования. То есть количество парковочных мест, которые у нас должны быть к дому построены, увеличилось. То есть строить, залезать в землю, здесь есть свое ограничение, это ценовая планка. То есть в юго-западном районе, где мы строим, построить подземную стоянку можно, но продать ее нельзя. За те деньги хотя бы, которые она строит. У коллеги есть опыт строительства, надземной парковки в чистых прудах. По-моему, до сих пор еще не проданы... Дмитрий Анатольевич, поделитесь, насколько успешно... Здесь вопрос, наверное, больше к организации дорожного движения. То есть у нас пока можно ставить машину на дороге, причем прямо под знак, если за это ничего не будет, ситуация не изменится. Ну, погодите, погодите. Уточните здесь, Дмитрий Анатольевич, полминутки у нас есть. То есть есть требования каждой квартире по одному машинаместу, при этом не продаются гаражи в доме, и прилегающая территория тоже не увеличивается. Нет. А как же тогда выходить из этой ситуации? Техническими решениями. Например? Потому что, я не знаю, в воздухе, что ли, на воздушной подушке? На воздушной подушке, да? То есть здесь много есть вопросов, которые... Нерешаемый вопрос. Решаемый. Решаемый? Да. Строить меньше этажей. О, сейчас придем к этому. Продолжаем разговор. Говорим о современных требованиях и тенденциях к квартирам, домам, подъездам, прилегающей территории. И уткнулись мы еще и в парковке, поскольку в прошлом году региональное законодательство поменялось. Власти, я не знаю, был ли это популистский жест, или это требование времени. Каждой квартире по машинаместу, я считаю, что такого быть не должно. Я и тогда об этом говорила. И люди, которые приобретают машину, точно так же, как и кошку или собаку, они должны за это ответственность нести. Если можно, пять копеек лесу было тут недавно в столице Федеральной республики Германии и Берлина. Из тех людей, семь семей, не бедных семей, у них там, как бы, и хорошее жилье, и все. Из двух семей ни у одной нет автомобиля, потому что есть общественный транспорт. Зачем? Есть велосипед. То есть необходимости нет, дети ездят на общественном транспорте в школу, в кружки, секции без сопровождения. Ну, вот мне тоже кажется, что это был откат назад, причем в какую-то совершенно древность, совершенно не современная тенденция. При этом еще Дмитрий Валерьевич Сергеев сказал, что это практически невыполнимое требование по... Если я такой вывод делаю, невыполнимое требование по обеспечению в городе при сохраняющейся прилегающей территории и требовании к ним современным, чтобы она озелененная, чтобы дети все-таки вышли погулять. Все нужно заставить машинами или делать подземную парковку, которая не продается. Значит, какой вариант видит компания Кировспецмонтаж, Дмитрий Анатольевич, в отношении парковок? Уменьшать или уменьшать норматив до реально разумного... Например, какого реального? 0,7-0,8 машинамест на квартиру. Ну, а уменьшение количества квартир в данном участке возможно только при экономике, которая позволяет это сделать, если экономика не позволяет. Квартиры должны быть дороже, их должно быть меньше, тогда можно обеспечить машинами местами, либо уменьшать норматив. Согласиться с тем, что это было неправильное решение и уменьшить норматив. Что думает компания «Железная» Юрий Анатольевич? Тут подходы разные для разных форматов проектов. Например, для наших комплексных проектов этот вопрос решается просто потому, что мы строим среднеэтажное жилье. За счет меньшего количества квартир в отдельно взятом пятне застройки у нас все сходится. Действительно, для точечной застройки в центре города, чем в основном не застраивался город до этого, там соблюсти требования очень сложно, потому что участки локальные, небольшие, а все хотят построить там 15 плюс этажей. И это нереально просто при сегодняшнем нормативе. Поэтому тут, скажем так, компетенция девелопера придумать проект, который можно реализовать и по нормативам, и при этом получить реальный отклик с точки зрения покупателей. То есть при этой цене, при этой квартирографии, при этом качестве люди должны это захотеть купить. Вы как девелопер и как просто житель, гражданин и современный человек считаете, что норматив должен быть ниже? По машинным местам в городе. Знаете, тут вот история вообще неоднозначная. То есть есть разные решения. Например, в Лондоне девелоперам запрещают строить парковочные места в домах в центре города. Почему? Потому что они тем самым, по сути, продуцируют спрос на личный транспорт в центре города. Они хотят от этого избавиться. Современные тренды говорят нам о том, что по прогнозам лет через 10, количество личного транспорта будет резко падать, потому что сервисы в виде такси, скоро уже беспилотного такси, который для нас дойдет рано или поздно, будут обеспечивать качественную транспортную инфраструктуру в городе. Общественный транспорт, безусловно, должен развиваться. Это тоже факт. При этих логиках развития нашей отрасли или вообще жилищной сферы, безусловно, строить с коэффициентом 1 избыточно. То есть лучше действительно построить зеленое пространство, детские площадки вокруг этого дома. Но сегодня история именно такова, какова она есть. То есть количество машин на семью практически равно одному у среднего класса. И строить дома, которые не обеспечивают эту потребность припарковать свою машину у дома, превращается в такие не очень комфортные для проживания места. Потому что люди, по сути, каждый вечер борются за свое парковочное место. Вот мы пока встраиваемся в текущую систему, то есть мы проектируем и строим дома с высоким коэффициентом парковочных мест на квартиру. Вот и есть ощущение, что нет взгляда в будущее у тех, кто поставит задачи, принимает такие нормативы. Дело в том, что вначале надо инфраструктуру создать, то есть создать общественный транспорт комфортный. И потом сам комфорт пользования общественным транспортом приведет к тому, что количество машин на домохозяйство будет уменьшаться. И тогда уже можно все это сокращать, делать более комфортную среду, как это делают во всей Европе. Вернемся к трендам и к требованиям квартир, подъездам и прилегающей территории. У компании «Железно» Юрий Анатольевич, какие сейчас по этому поводу, какое видение? Мы вот по-другому думаем. Мы вот, послушал Дмитрий Валерьевич, у нас совершенно другой подход. Мы идем от потребности клиента, а не от норматива. Норматив мы потом сверяем с потребностью клиента. И наша задача придумать решение, при котором мы получаем комфортную среду, при этом вписывая все существующие нормативы. Поэтому теперь мы строим дома, где вход в подъезд с уровня земли, где дверь в подъезд не железная, а прозрачная, стеклянная дверь, чтобы было комфортно заходить в освещенный подъезд, где ты видишь, кто там находится. Мы делаем в комплексных проектах «Дворы без машин», где дети гуляют без опасности от проезжающего транспорта. Мы стараемся делать среду в том числе и визуально комфортную, то есть делать ее разнообразной, нескучной, для того, чтобы в том числе жители микрорайонов, дети, в конце концов, привыкали жить все-таки в современной среде, а не в той среде, в которой выросли их родители в 70-е годы. И дальше идем. То есть, безусловно, в квартире должны быть качественные планировочные решения. Мы этим тоже занимаемся. То есть у нас в проектах семейных появляется мастер-спальня. Что это? Мастер-спальня – это когда в составе спальни располагается помещение и гардеробная, и ванная комната для хозяев этой семьи. Это очень удобно. То есть это уже как минимум два санузла в квартире. Это гардеробная в квартире, отдельное удобное помещение. Насколько все это повышает цену от среднестатистической пакировки? Да нисколько. Спроектировать грамотно планировку не стоит девелоперу ничего. Вопрос только в том, что об этом надо долго думать, потому что вписать грамотное планировочное решение в этот условный кубик, параллелепипед, не всегда просто. С учетом требований к инсоляции, тут Дмитрий Валерьевич абсолютно прав. Ротивы никто не отменял. Это освещение, то есть наличие солнца. Я понимаю. Не тебе, перевожу, а тем, кто слушает эту свежую. Есть абсолютный тренд на то, что подъезды все-таки должны быть отделаны не темный низ, белый верх, а все-таки сделаны с помощью какого-то дизайна, чтобы человек, приходя в свой дом, понимал, что это его подъезд, индивидуальный, для него именно подготовленный. Ну и много-много чего. То есть прежде всего тренд, который мы видим, и которого мы следуем, это цифровизация жилья. Это современная история, которая очевидна для нас, по крайней мере, мы видим, что интернет вещей проникает во все сферы жизни и также проникает и в жилье. Умный дом. Да, умный дом. Так, вот когда я спрашивала про цену, потому что для меня это абсолютно загадка, как вот все эти нововведения, цифровизация, вторая ванная, гардеробная, дизайн подъезда, как это может не влиять на цену? Ну, очевидно же, что это должно вести к удорожанию. Вот почему-то Дмитрий Анатольевич поддержал Захарова и сказал, что нет, все в порядке, можно держать цену. Да? А потому что другого пути у нас нет. Нам нужно вместе, каждодневно, ежемесячно улучшать продукт. Вот как раз за счет того, что сказал Юрий Анатольевич за счет улучшения планировок, за счет оптимизации планировок, за счет повышения качества мест общего пользования. Вы, как директор по продажам, лучше всех, наверное, знаете, потому что это прямой контакт с покупателем. Каковы требования сейчас у кировчан? Или не у кировчан? Требования постоянно растут. Люди не хотят мириться с тем продуктом, который был еще пять лет назад. То есть они продвинутые уже покупатели стали. И они хотят и хороший двор, они хотят хороший отделанный подъезд, места общего пользования. Они уже рассчитывают на качественные лифты и на планировки, естественно. Скажите, пожалуйста, а в связи со всеми этими требованиями, с новыми материалами, с необходимостью планировать прилегающую территорию, а не отдавать это на откуп, например, городским властям, с озеленением, в конце концов, управляющие компании еще свои появляются. Мы всегда говорим о специалистах. Человеческий фактор очень важен, и специалисты очень важны. Сталкиваетесь ли вы с трудностями по нахождению тех специалистов, по комплектованию штата, и вообще какие новые появились, какие новые появились в должности профессии в штате? Ну вот сходу скажу, сервис-менеджер – это сотрудник отдела продаж, который стоит на страже интересов дольщиков или людей, которые приобрели жилье, которые помогают отстаивать им интересы, помогают разрешить какие-то вопросы и проблемы, которые возникают у него, сомнения, опасения. Это специалист, который ответит на все вопросы. Твой персональный менеджер, получается. А от кого он защищает? От застройщика? Он не защищает от застройщика, он информирует своевременно о каких-то сомнениях, которые возникают у людей. Вы же понимаете, что люди… То есть берет за руку человека и проводит по всем-всем-всем ступенькам этой лестницы. У человека, который приобрел квартиру на этапе строительства, сомнений огромное количество. Достроят, не достроят. А если достроят, то как? И вы спросили про новую специальность, я вам ответил. Так. Юрий Анатольевич. На самом деле новые специальности у нас появляются. Ответ на вопрос, где найти этих специалистов, ответ нигде. Таких специалистов… Хорошая ситуация, нарисовалась. В стране нет? В стране их нет, все они самоучки, как в том или ином смысле. Компании-лидеры современного жилищного строительства – это компания, в которой сами рождают идеи, связанные с продуктом. Поэтому найти человека, который знает, каким будет будущее, невозможно. То есть можно просто в компании принять некую гипотезу о том, как именно будет исследовать эту гипотезу. Поэтому в нашей компании появляются такие отделы, как отдел исследований и разработок. Это реально существующий отдел, который занимается развитием продукта в разных его направлениях. В нашей компании есть должность… В зарубежном опыте она звучит «Cost Manager» и это… «Менеджер по затратам», да, в переводе на русский. У нас таких специалистов в вузах не готовят вовсе. Это человек, который не просто может считать затраты в строительстве. Он может их оптимизировать и понимать логики вообще. Почему это получилось, можно ли сделать эффективнее. И именно за счет этого ответ на вопрос «Можно ли сделать качественно и недорого» существует. Возможно. Когда ты уменьшаешь расходы бросовые, так называемые, да, неэффективные, и повышаешь качество там, где оно нужно реально потребителю. Потому что потребителю не нужна железобетонная стена там в полтора метра. Она ему ни к чему. Безусловно, конечно, дом должен быть абсолютно надежный, безупречно, там, прочный и так далее. Но избыточные требования, закладываемые, да, проектировщиками, в компаниях, в которых нет подобного рода специалистов, они проходят. То есть девелоперы не знают просто, где они тратят лишние деньги в составе своего проекта. «Cost Manager». Прервемся на полторы минуты у нас рекламы, и далее последует «Bliqz». Продолжаем разговор. У нас остается 13 минут времени, разворот на бизнес. Как чувствует себя жилищное строительство региона? Олег Порохоренко и Светлана Занько, ведущие программы. Юрий Захаров, компания «Железно». Дмитрий Ярошенко, Кировспецмонтаж. И Дмитрий Сергеев, Маяковская. Здесь у нас студия. Первый вопрос, такой краткий, по комплексной застройке существующих территорий. То, что у нас, я всегда видел, что вот это и есть программа, в общем-то, реновации, и такое она должна быть. Насколько она сейчас еще реализуется? Потому что у Маяковской как раз такие проекты интересные были на улице Советской, в областном центре, там, в других кварталах. Ну, комплексное развитие территории, то есть это много такой компонентный элемент, да, то есть одним из них является развитие застроенных территорий. Когда муниципалитет предоставляет территорию с торгов, предоставляя право победителя аукциона снести ветхоаварийное жилье, которое здесь находится, и возвести новые объекты. К сожалению, с 2017 года муниципалитет больше таких территорий не предлагает на аукцион. А с чем это связано, как вы считаете? Ну, опять же, больше вопросов к муниципалитету, но у них есть какие-то сложности изменения законодательства, а в первую очередь, то есть это та тенденция, которая есть, на мой взгляд, в городе Кирсу существует, это сдерживание жилищного строительства. А программа реновации возможна вот в том виде, в котором она есть в Москве, и будет, вероятно, по заявлению зампреда правительства российского в мегаполисах? Вот, смотрите, развитие застроенных территорий, в принципе, это то же самое, что реновация, да, то есть здесь нет денег бюджетных, как это увеличить можно, то есть если сюда будут поступать еще и бюджетные деньги, причем в каком-то объеме, то есть, условно говоря, на расселение жилья, там, 80 копеек тратит застройщик, а 20 копеек тратит бюджет, да, то есть объем расселенного жилья, он будет резко возрастать. То есть есть территории, которые с экономики сейчас не, с экономической точки зрения, не проходят, да, то есть они слишком затратны по расселению. Вот если сюда войдут бюджетные деньги, они будут привлекать еще и инвестиции частного бизнеса. То есть это расселение, это может быть инфраструктурная помощь? Да. И какие-то еще вещи не связаны непосредственно со строительством? Ну, в инфраструктурных есть вопросов, наверное, гораздо меньше, потому что это все-таки территория уже, в которой уже заведена инженерия, да, то есть вопросы строительства школ, детских садов, они также могут решаться в рамках этого объекта. Одно из направлений комплексного освоения, это развитие по инициативе собственников, то, что сейчас вот наши две компании реализуют на территории бывшего завода Крин, где, опять же, строится и социальный объект, это детский сад. То есть увеличить количество этих мест можно, опять же, если сюда будут вовлечены бюджетные средства, если какой-то будет заказ предварительно сделан, просчитан муниципалитетом. Региональный закон о защите дольщиков, который говорит о том, что бизнесу взамен достройки дома предлагают участки без торгов. Насколько сейчас эта процедура доступна и насколько она интересна бизнесу, Дмитрий Анатольевич? В одном проекте мы участвовали, мы погасили задолженность перед дольщиками города Котельнича, получаем за это сейчас один земельный участок. Вот есть потребность у министерства города в области достраивать начатые дома, ведутся переговоры, но не более пока. Нам это интересно. Что мешает тому, чтобы хорошими темпами все-таки двигалось это начинание? Вроде бы все понятно, этого и добивались. Ну, дострой, пожалуйста, вот тебе участок. Тем более, если умерческий интерес. Долго, да. Мешает, мне кажется, проблема отсутствия практики и некого счетного механизма, который власть может применять по этой истории. То есть, каким образом оценить стоимость достройки? Первый вопрос. Второй вопрос. Как оценить стоимость земельного участка? С учетом всех неприятных историй, которые случались в городе Кирове, все боятся принимать эти решения. То есть, сейчас Парк Победы вспоминаем? Ну, любые решения, которые были оспорены, когда оценка признавалась некорректной и прочая вся история. Поэтому, к сожалению, активность в принятии решений, она, ну, невелика. Я бы здесь еще добавил, это разность интересов различных уровней власти. То есть, задача решения проблемы обманутых дочеков – это уровень региона, а земля – это город. То есть, интерес города предоставлять свои земельные участки для решения областных проблем, вот здесь некий консенсуса и какого-то понимания между уровнями власти нет. А с другой стороны, ведь и в городе полно проблем. А задача поставлена и спрашивается она с региона, а не с муниципалитета. Понятно. Опять же, дольщики-то они везде, они в муниципалитетах, но отвечает за них регион перед федеральной властей. Это понимаю, может быть, с объединением властей, которые сейчас в Конституции пытаются сделать, когда муниципальная власть будет под ведомственной, государственной, может быть, что-то и поменяется в этом подходе. Вот, коллеги из газеты «Бизнес-новости» спрашивают о проекте регионального закона о регулировании градостроительной деятельности в Кировской области. А судя по всему, разработан этот проект. Зачем он разрабатывается и как с ним будет бизнес жить? Касается ли он вас? Я думаю, что бизнес он касается в меньшей степени. То есть он больше для регулирования градостроительной деятельности на территории всей области. То есть это не город Киров, это районы. И для формирования грамотных проектов планировки в том числе. То есть они больше для самих органов власти. Привлекает ли вот такой простой вопрос? Привлекают ли строителей к разработке генерального плана города, о котором так много шумит общественность в последнее время? Юрий Анатольевич. Ну, активно не привлекают. Мы готовы участвовать и какими-то идеями мы с властями делимся. И вот на форум, урбан форум привозили специалистов по градостроительству из Италии. Которые показывали свои решения, конкретные уже практически, по формированию комфортной именно городской среды. В городах Европы, прежде всего в Финляндии, как близкой по климату нам подходящей. Мы эти решения тоже властям передавали. — И? — И всё. — Нет, это важно. Кировспецмонтаж по поводу генерального плана города. Это напрямую касается строителей. — Нас не привлекали, нас не приглашали, мы не участвовали. — Консультаций нет. — С заказчиком выступает муниципалитет, он по конкурсу отобрал подрядчика, и на этом всё закончилось. — А мы разве не муниципалитет? Мы вообще-то заказчики, правда же? Горожане и строители и так далее. — К сожалению, взгляд в муниципалитете другой. — С горожанами проще. Дело в том, что когда выходит коммерческая организация и предлагает какие-то решения, она воспринимается как заинтересованное лицо. Поэтому мы особо и не лезем, чтобы не попадать именно под вопрос. — Со всех сторон страхи какие-то. Тут заинтересованы, там заинтересованы. Просто сесть и договориться, понимая, что все горожане и все заинтересованы. — Договориться — это коррупция, называется. — Мы видели недавно фотографии переговоров. — Это коррупция. Кстати говоря, по поводу урбан-форума. Ну вот все участники нашего сегодняшнего круглого стола, они все участники обоих урбан-форумов, которые в Кирове прошли. Все компании. И Олег, и я. С разных сторон мы участники. А с какой-то стороны мы и инициаторы, и все всегда поддерживали. — К сожалению, представители власти мы там увидели совсем немного. — Даже не об этом. Это мы уже проанализировали и выразили всеобщее сожаление. Но меня сейчас другая история тревожит. Мы знаем, что урбан-форум был поддержан прежде всего сити-менеджером Ильей Вячеславовичем Шульгиным. И первый, и второй. Елена Васильевна Ковалева первый форум очень хорошо поддерживала. К сожалению, я не была на всем форуме. Во втором была она или не была на урбан-форуме на втором? — Ну я не был на всем форуме. — Но по крайней мере, да. По крайней мере, здесь со стороны сити-менеджера была большая поддержка. Что с ним сейчас будет и требуется ли он городу? — Сити-менеджер. — Менеджер требуется городу. Мы сейчас про урбан-форум поговорим с вами там, да? А про сити-менеджера в отдельной программе поговорим. Нужны ли такие события, как урбан-форуму Кирову? — Нужен. — Нужен. Почему? — Ну потому что взгляд людей со стороны, он всегда полезен, потому что ты, опять же, возвращаясь к тому, что ты реально адекватно на то, что ты производишь, посмотреть не можешь. И когда-то точка зрения независимого человека, причем очень полезно бывает, когда уже есть реализованные проекты в других территориях, посмотреть, оценить свои возможности, свериться, скажем, часы. То есть как те и другие проблемы, свойственные для наших городов, реализуются, решаются на других территориях. — Дмитрий Анатольевич. — Конечно, нужен. И я знаю, что по результатам первого урбан-форума были приняты решения о разработке дизайн-кода даже улицы Ленина, или там какой-то части улицы Ленина, и хотели дальше развивать это. Но, как я понял, дизайн-код разработан. — Депутаты его не поняли. Они проголосовали против, а когда стали разбираться, почему против, не из-за этого проголосовали, а потому что уже в частных разговорах потом сказали, а мы не поняли, зачем нам дизайн-код и что это такое. И вот это вопрос принимаемых решений и компетенций. — Я думаю, что защитник этого проекта просто не был достаточно аргументирован. — Конечно, это подготовка. Именно довести свою точку зрения, для чего он нужен. — Согласна. Но, с одной стороны, а с другой стороны, мотивация депутата узнать, а что это такое собственное. — Но не каждый же здесь компетентен в области градостроительной деятельности, в области дизайн-кода. — Но ты принимаешь решение на Думе, соглашаясь с тем, что ты некомпетентен, и знать про это не хочу. — Ну, не может человек быть компетентен у всех областях деятельности. — Я, кстати, Задорнов говорил, в строительстве, в медицине понимают все. Я с ним согласен. — Вот. — Но здесь ты должен ориентироваться на точку зрения компетентного человека. И поскольку компетентный человек грамотно ответить на их вопросы не смог и донести, для чего это нужно, поэтому депутаты, может быть, перестраховались. — Я бы не снимала ответственности с депутатов. Они занимаются городской политикой и градостроительством. Они должны быть компетентны. — Светлана, не забывай, что дизайн-код накладывает дополнительные затраты на бизнес. И они исходили, я думаю, из этих побуждений тоже. — Да. Тем более, что у некоторых депутатов есть бизнес на этом участке улицы Ленина, который связан с дизайн-кодом и пострадал бы от него. Хорошо. Юрий Анатольевич. — Ну, крайне нужен. Дело в том, что если смотреть шире, то наше будущее, как города, оно под определенным вопросом. В ближайшее время начнется конкуренция за жителя, то есть начнется конкуренция между мегаполисами. Это мировой тренд и вопрос, какой статус попадет город Киров — вымирающего города, либо развивающегося города. И от того, насколько комфортная среда будет в городе Кире, зависит будущее наше, будущее наших детей. Будет ли оно связано с Кировом, либо это будет отъезд в город, более комфортный для жизни. И здесь мы никого уже не удержим. История с соседлостью населения — она всё-таки история прошлого, а не будущего. Поэтому миграция между городами будет легка, непринуждённа. И от того, насколько качественно мы построим за это время город, зависит, по сути, его будущее. — Это звучит как наказ будущему сити-менеджеру просто. — Согласна. — Кстати говоря, в ближайшее время, буквально завтра, в 4 часа дня, в точке кипения ВИАДГУ, придёт экспертная сессия по обсуждению нового нормативного документа стандарта вовлечения граждан в решение вопросов городского развития. Я приглашаю участников, во-первых, нашей сегодняшней программы к этой истории, потому что Агентство стратегических инициатив, которое над ним работает, заявляет, что это будет законопроект, и пройдёт он через Госдуму уже в следующем году. Потому что вовлечение граждан и депутатов, и ТСЖ, и ТОСов, и любого человека, и застройщиков станет стандартом в нашей стране определённым. И мы сейчас это будем обсуждать. Будет о чём поговорить на самом деле. Потому что наше будущее — это мы всё-таки, и мы должны решать. Спасибо за участие в эфире. Юрий Захаров, Дмитрий Ирошенко, Дмитрий Сергеев, Олег Прохоренко. Светлана Занько. И мы рассчитываем на то, что город будет меняться, и всегда будут новые интересные строительные и жилищные проекты. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова